Дует в окна, плохие рамы, все везде обваливается. То есть, по сути, работать здесь сложно? Работать здесь не сложно, да, сложно. Так описывает рабочее место директор Дома культуры в селе Краснознаменко. Здание старое, построено в 80-х годах прошлого века. Капитального ремонта никогда не было. Зимой здесь холодно, осенью сыро, нет отоплений, даже мебели. Есть только два сотрудника. Они стараются поддерживать культурную жизнь в сельском клубе. Следующая проблемная наша зона. Посмотрите на наши стены тоже после того, как кровля текла. Практически во всех кабинетах такой же вид. По лестничным пролетам через обветшал и коридор в зрительный зал. 400 посадочных мест сейчас пустуют. Это же наша жизнь, центр. Центр культуры, концерты, собрания. Все здесь у нас. Празднования все, все здесь. Праздники здесь можно будет проводить только через два года. По республиканской адресной инвестиционной программе на ремонт выделили 28 миллионов рублей. Пока здание Краснознаменского клуба в режиме ожидания. В селе Колодезное на завершающем этапе работы в школе и детском саду. Подайте мне просто волосы. Рабочие собирают электрощиты, шлифуют стены, затирают плитку. Финальная чистовая отделка. Трудятся одновременно 18 человек. В прошлом году установили окна и двери. Сегодня в работе столовые, актовые и спортивные залы. Здесь были полностью демонтированы все стены, полы, потолки и выполнены заново. То есть мы сейчас идем с вами по новому покрытию, которое осталось отшлифовать, покрасить. Стены полностью покрашены, остались мелкие недочеты. Потолки восстановлены. По контракту большой ремонт закончат к середине августа, чтобы в сентябре в этих стенах прозвучал первый звонок. В экономике Красногвардейского района ведущее место занимает сельское хозяйство. Среди передовиков на Идеоновка предприятие обрабатывает пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие культуры. Здесь их очищают, калибруют по размеру, весу и цвету. Как бы нормально, урожай хороший. Сегодня у ворот предприятия хлебом и солью встречают председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. Парламентарий общается с сотрудниками, говорит, сельскохозяйственная отрасль – одно из приоритетных направлений развития в Красногвардейском районе. С момента последнего нашего визита у них очень много изменилось. Я, честно говоря, даже узнать не могу это предприятие. То есть оно развивается. Что это означает для нас, для власти? Это означает, что они ощущают оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, хорошую конъюнктуру рынка. Два года назад заработал семенной завод. В 2020-м предприятие получило почти 41 миллион рублей чистой прибыли. При том, что трудится здесь в среднем 13 человек. Производительность завода – 10 тонн готовой продукции в час. Для сравнения предприятия, которые используют старое оборудование, вырабатывают 1-2 тонны. Мощность этого центра позволит обеспечить 75% потребности республики.